Добрый день, коллеги! Вас приветствует компания CoderLine. Сегодня мы с вами собрались на вебинар по учету основных средств в программе 1S ERP 2.5. Компания CoderLine это компания 1S франчайзинг, занимается внедрением, сопровождением системы 1S. Работает множество сотрудников, поэтому по любым вопросам, которые у вас возникают, вы можете обращаться к нам по нашим контактам, которые вы видите на экране, касаемых 1S, и наши специалисты помогут вам их решить. Меня зовут Моисеева Екатерина, я консультант-аналитик 1S компании CoderLine. Сегодняшний вебинар приведу для вас я. Давайте перейдем к программе вебинара. Значит, пройдем мы сегодня на такие вопросы, как настройка справочников для учета основных средств 1S ERP, принятие к учету основных средств 1S ERP, реализация основных средств и списание основных средств. Давайте для начала вспомним, что такое у нас основное средство, согласно бухгалтерского учета. Основное средство – это имущество, которое отвечает критериям. Объект используется в производстве товара при выполнении работы или оказании услуг. Ожидаемый срок полезного использования объекта более 12 месяцев. Он приобретен не для перепродажи, объект способен принести экономическую выгоду и объект изнашивается с течением времени. Затраты на приобретение основного средства и доведение его до состояния, в котором его можно использовать, не меньше лимита в налоговом учете – это 100 000 рублей. Теперь мы с вами переходим в нашу систему. 1S ERP, у меня демо-база. И давайте посмотрим версию конфигурации 2.5.11.96. Это, я говорю, для того, что у многих различается версия и, может быть, какие-то различия в настройках. Но, в принципе, все организовано одним образом. Итак, любой учет мы начинаем с настройки справочников. В данном случае мы с вами переходим в настройки и администрирование и выбираем раздел «Внеоборотные активы». В данном разделе мы с вами указываем, что учет «Внеоборотных активов» в компании используется. Ну, либо не используется. Но в данном случае мы рассматриваем использование, поэтому ставим «Используется». Дальше, «Объекты строительства». Ставим галочку в случае, если ваша компания приобретает основные средства, требующие монтажа или строительства. То есть, в данном случае у нас тогда ставится галочка «Объекты строительства». Также в ERP предусмотрена возможность учета платежей в системе «Платон» и учета этих платежей при расчете транспортного налога. Соответственно, это если у вас большегрудные автомобили, то ставите эту галочку. Возможен учет обесценения «Внеоборотных активов». Соответственно, в данном случае ставите галочку, если у вас придется. Когда будет вестись учет обесценения по единицам, генерирующим денежные средства. Далее, «Обслуживание и ремонт». Если в данном случае вы управляете ремонтом, учет объекты эксплуатации, то есть своими силами обслуживаете, ремонтируете, то, соответственно, ставите эту галочку, вы сможете планировать эти ремонтные работы и отражать выполнение. Узлы объектов эксплуатации – это для сложных конструкций основных средств, имеющих узлы, которые отдельно учитываются. Тогда, если вы ставите эту галочку, вы сможете отдельно вести учет этих узлов и, соответственно, отдельно вести ремонтные работы с этими узлами. Обособление материалов может быть либо по заказу на ремонт, либо по направлению деятельности. Но это, опять же, для настроек, обслуживания и ремонта. Если вы не обслуживаете, не ремонтируете, то, соответственно, этот раздел не заполняете. Итак, переходим к принятию к учету основных средств. Мы с вами заходим в раздел «Внеоборотные активы» и переходим в справочник «Основные средства». Перед тем, как создать поступление основных средств, мы создадим его в справочнике. Для того, чтобы создать основное средство в справочнике, мы нажимаем кнопку «Создать» и выбираем основное средство. Также вы можете увидеть, что есть здесь, допустим, узел. Это в случае, если вы поставите галочку, что учитываете злы. Я выбираю основное средство, которое я подготовила к вебинару. «Ноутбук», «Объект эксплуатации». Значит, что мы здесь заполняем? В открывшейся карточке мы заполняем обязательно наименование, которое будет у нас в базе. «Класс» основного средства в данном случае выбраны компьютеры. Если нажать «Погазать все», то здесь есть другие фазы. И заводим инвентарный номер. В данном случае я поставила чистое «Любой», но вы, соответственно, какой у вас идет следующий. Пока вот этой информации будет достаточно, мы нажимаем «Записать» и «Закрыть». Дальше. Для того, чтобы наше с вами основное средство нам поставить на учет, нам нужно показать его закупку. Для этого мы заходим в раздел «Документ закупки». Открывается журнал. И здесь мы с вами заводим кнопочкой «Создать» закупку поставщика. Итак, я открываю созданное специальное приобретение для вебинара. Итак, в нашем приобретении мы с вами показываем, ну, обязательно поставщика выбираем, договор, склад, на который будет приходоваться данное основное средство, и переходим на вкладочку «Товары». На вкладке «Товары» мы с вами должны добавить номенклатуру. В данном случае вы можете создать новую, нажав плюсик, либо использовать уже не ищущуюся. Значит, что мы настраиваем в самой номенклатуре? Ну, естественно, наименование, вид номенклатуры, дальше ставку «НДС», группу «Списка» и обязательно, что мы с вами должны настроить, это группу финансового учета. От того, какую группу финансового учета вы настроите, будут зависеть проводки. В данном случае у меня выбрано оборудование для собственных нужд. Давайте откроем эту группу финансового учета. В настройках этой группы финансового учета мы видим, что стоимость будет приходоваться на 0,8 счет. Продажа будет идти через 91 счет. Товарно-маритериальные ценности, принятые на ответственное хранение, будут учитываться на 0,2 счете, на комиссии на 0,4. То есть, соответственно, счет у нас с вами зависит именно от группы финансового учета. Давайте нажмем «Показать все». Для примера, вот у нас есть оборудование к установке. Давайте его посмотрим. Это оборудование, требующее монтажа. Это которое будет использоваться с вами через 0,7 счет. Соответственно, здесь мы видим настройки 0,7 счета. Четов учета-продаж 91. Ну и, соответственно, настройки забалансовых учетов. После того, как мы указали группу финансового учета, мы закрываем номенклатуру. Дальше заполняем стандартно количество, штуки, приобретенные, цену, ставку НДС. Соответственно, в случае, если вы работаете с НДС. Подразделение. И в данном случае нам обязательно нужно вот здесь, здесь писать на расходы, указать, что это поступление основных средств. Именно этот выбор даст нам потом возможность того, что данное основное средство перейдет в принятие к учету. В аналитике расходов мы с вами выбираем основное средство, на которое, соответственно, приходится это поступление основных средств. Дополнительно вы можете проставить менеджеров, сделку, налогообложение, что деятельность относится к облагаемой НДС, не облагаемой НДС. После этого документ проводим и переходим к разделу «Принятие к учету». Принятие к учету у нас находится в необоротной активе «Принятие к учету» основных средств. Я приходила два ноутбука. Соответственно, мы с вами увидели, что на начало дня у нас с вами есть два основных средства, которые необходимо принять к учету. Для того, чтобы принять к учету, мы нажимаем с вами кнопочку «Принять к учету». Открываем карточку. «Принятие к учету». И в данном случае здесь мы уже выбираем основное средство, либо объект строительства. Введение раздельного учета НДС, деятельности облагаемой НДС. Либо если в нескольких видах деятельности, то тогда будет распределяться на несколько видов деятельности. Дальше. «Принятие к учету» во всех видах учета. Мы можем выбрать, допустим, либо в бухгалтерском, либо в налоговом, либо в бухгалтерском и налоговом. В данном случае я ставлю вас в всех видах учета. «Операция». «Принятие к учету основных средств». Если принимаете по договору аренды, то можете указывать по договору аренды. Если на основании нитаризации вдруг излишки какие-то образовались, тогда появились, выбирается вот этот пункт. «Организация наша заполнилась автоматически, ответственность заполнилась автоматически. Заполняем группу основных средств. Я выбираю офисное оборудование, так как это нужно. И, соответственно, у нас есть возможность выбрать маркетизационные группы. Я поставила третью группу от трех до пяти лет включительно. Соответственно, если у вас основное средство, согласно классификатору основных средств, проставляете ту группу, которая вам нужна. Если, допустим, здание сооружения, недвижимое имущество, то здесь мы ставим «Да». Далее переходим на закладочку «Основных средств». Здесь наше основное средство заполняется автоматически и заполняется стоимость в управленческом учете, так как у меня управленческий учет настроен в долларах, то, соответственно, здесь пересчиталось в долларах стоимость. Если у вас не пересчитывается управленческая стоимость, либо такая же валюта, то здесь разницы не будет. Переходим в параметры учета. В параметрах учета мы заполняем. Во-первых, начисляем ли мы амортизацию по данному основному средству. Соответственно, проставляем, начисляем в бухгалтерском учете. Срок использования я ставлю 60 месяцев, то есть был по мне от 3 до 5 лет, я взяла максимально 5 лет умножить на 12, это 60 месяцев. Начисление амортизации действует, и способ амортизации, который у вас в вашей учетной политике заложен, в данном случае метод начисления я выбираю алюминию. То есть будет пропорционально равно списываться. Если у вас будет, допустим, уменьшаемая у вас тапка, либо пропорциональная объема, соответственно, выбираете здесь тот вид, который у вас в вашей учетной политике. Можно выбрать график амортизации. Соответственно, вы его здесь создаете и выбираете. Для налогового отчета также мы ставим, начисляем амортизацию, либо, допустим, включить расходы при принятии к учету, то есть то возможность, которая есть для налогового отчета. Срок использования может быть, допустим, меньше в налоговом отчете, чем в бухгалтерском отчете. Соответственно, тогда ставится срок использования другой. Ставим, начисление амортизации действует, либо можно приостановить, если не нужно начислять. Группа финансового учета, офисное оборудование, в данном случае настроены у нас здесь счета, значит, стоимость на 0,1 счете, амортизация на 0,2, выбытие 0,1, 0,9, резервы на 0,83. То есть, опять же, мы с вами смотрим, что с помощью группы финансового учета мы настраиваем то, как будет учитываться, на каких счетах это основное ответство. И управленческий учет. В данном случае, допустим, если у вас в управленческом учете может быть не начисляться амортизация, либо может быть срок использования другой, либо опять же метод начисления амортизации другой, соответственно, выбираете здесь тот, который вам необходим. «Отражение расходов». Здесь мы настраиваем, на какую статью расходов будет отражаться амортизация. В данном случае я выбрала амортизация оборудования коммерческая. Если у вас какой-то другой вид амортизации, соответственно, здесь выбираете другой вид амортизации. Если для управленческого и налогового учета необходимо выбрать другую статью, то, соответственно, здесь и выбираете. Если не выбираете, то автоматически это оставляется, совпадает с главным учетом. «Приобретение дополнительных товаров и работы услуг» мы с вами заполнили. Значит, у нас здесь было поступление. основных средств мы обязательно выбирали и «Аналитику расходов ноутбук». Дальше мы с вами перешли в принятие к учету основных средств после того, как провели приобретение принятия к учету основных средств. Соответственно, наша основная средства, которую мы оприходовали, появилась в этом разделе. Дальше мы указываем «Принять к учету основные средства» и у нас открывается карточка «Принятие учета основного средства». Значит, здесь мы с вами заполняли подразделение организацию ответственного группу выбрали офисное оборудование, выбрали вот здесь группу амортизационную, способ приобретения приобретения заплаты, то есть, допустим, если у вас было безосвестное поступление, то вы видите, здесь безбагнезное поступление. Заполнилось вот здесь основное средство у нас. Стоимость в пралимическом учете пересчиталась в долларах, так как у меня настройки пралимического учета в долларах. Зашли мы в параметры учета, указали, что мы начисляем амортизацию, указали срок использования, так как амортизационная группа от 3 до 5 лет и оставлю 60 месяцев максимально, это 5 лет. Метод начисления линейный, есть возможность выбрать другие виды. В налоговом учете точно так же ставим начисляем амортизацию либо не начисляем амортизацию, может быть другой срок полезного использования, может быть что амортизатор не начисляется, когда мы здесь все это указываем. Группа финансового учета офисное оборудование именно здесь настраивается счета учета. Здесь мы видим на 0,1 первоначальную стоимость, на 0,2 амортизацию, на 0,83 резервы. Для управленческого учета мы также указали, что начисляем амортизацию, либо другой вариант, не начисления, либо другой вариант метода начисления, допустим, уменьшаемый остаток после не менее, либо все одинаково оставляем. Отражение расходов, здесь мы выбрали с вами статью расходов, на которую мы отражаем и провели. После таком провели, мы нажали кнопочку дебит-кредит, значит, отразить в декламентированном учете и появляются наши проводки. Так, появились проводочки, вот наше основное средство, на 0,1 счет поставилось на учет с 0,8 на 0,8 он у нас поступил при приобретении. Вот эта кнопочка дебит-кредит на английском языке, это для MSFO, соответственно, если вы ведете по MSFO, то здесь надо формировать тоже проводку. Так, это по принятию к учетам, все, соответственно, что мы здесь можем распечатать, это акт S1, акт 3, передачи основного средства. Далее мы с вами рассматривали реализацию основных средств, значит, заходим в необоротные активы, документы по основным средствам, создаем подготовку передачи основного средства. соответственно, здесь мы выбираем контрагента, который у вас покупает, валюту, организацию, подразделение, в котором числится данное основное средство, и, соответственно, подбираем основное средство. так как я основное средство уже продала, надо смотреть, какое есть, допустим, на других подразделениях. Соответственно, когда вы выберете основное средство, которое вы будете продавать, у меня здесь не отражается, потому что я уже в другом документе его продала. документы закупки, документы по основным средствам. Вот оно, то, что мы сами заполняли. Вот ноутбук, мы его продали. Промресурс, коммерческая служба, основное средство ноутбук, а мы ставим стоимость, ставку НДС. На вкладочке дополнительно мы заполняем то, что касается НДС, включает НДС, не включает НДС, и заполняем реквизиты печати. В реквизитах печати соответственно мы можем указать данные покупателя, грузополучателя, грузоотправителя, подписи, то есть все это заполняем. После этого мы печатаем акт ОС1, акт ОС1, унифицированная форма, которая заполняется автоматически. Здесь мы видим дату ввода эксплуатации, сколько пробов в эксплуатации, сколько на число с амортизацией, остаточная стоимость. Заполнили и распечатали этот документ. Соответственно, едет кредит, отражает наши проводочки по выбытию основного средства. Через 0109, как я вам показывал, было настроено в группе финансового учета. И соответственно 02, амортизация 0109. это передача и соответственно списание. Нажимаем создать и списание основного средства. Выбираем и переходим к документу списания основного средства. Значит, мы заполняем здесь опять же списываем с даты документа либо с другой даты, допустим, прошлой. Заполнили. Выбираем подразделение, аналитику расходов, на которой будут отражаться расходы, связанные с описанием. Аналитика расходов еще дополнительно это наш рост конта, это наш именно оборудование, принтер. Выбираем операцию списания основного средства, частичное списание либо списание узла. заходим в основные средства, заполняем наши основные средства, подбираем которые мы будем продавать и проводим. После того, как мы провели, отражаем в регламентированном учете и свитим с вами проводки в регламентированном учете. документ. Можем с вами акт ОС-4. Акт о списании объекта основного средства. Соответственно, здесь тоже все заполняется автоматически и мы с вами печатаем этот документ. Итак, сегодня мы с вами прошли приобретение основного средства, принятие его к учету, реализация основного средства и списание основного средства. Если есть какие-то вопросики, можете написать в чат. вот Ольга пишет при продаже основного средства просит клиента счет на оплату. В системе его нет как бы. Можно заполнить документ основного средства отдельно? Секундочку, я перейду на базу. продажа счет на оплату. То есть счет оплаты на оплату можно выставить отдельно документом. так, но если вопросиков больше нет, то на сегодня Анна спрашивает расскажите про корректировку реализации. Что именно вас интересует? как изменить документ или что? Если период закрыт, то корректировки проводятся с помощью документа, есть корректировка, специальный документ верхний. Если соответственно у вас период не закрыт, то документ можно изменить запрямую. Также есть вопросик приобретение основных средств при договоре заключенном валюте приходится высчитывать курс средней. Может ли это делать сама система? Соответственно конечно может, нужно просто настроить учет курсов в валюте и отдельно все это провести. А вот если закрытые таким образом слетают. Вы знаете, это отдельная тема учет в валюте. У нас будет отдельный вебинар на эту тему и там будет все подробно раскрыто просто так быстро двух секунд не расскажешь. Анна, закрытый период есть в программе именно документ называется корректировка поступления и соответственно с помощью этой корректировки можно редактировать документы закрытого кредита. Так, коллеги, спасибо вам за внимание. На сегодня наш вебинар окончен. Записывайтесь на наши новые вебинары, там будут рассматриваться и в валюте расчеты более подробно. Вот, я вам напоминаю, что с вами была компания Кодерлайн. Наши реквизиты вы видите у себя на экране. можете обращаться за помощью к нашим специалистам, за консультацией, за моей лично либо других. До скорых встреч!